Привет! Я уже снимала видео про то, как работать с эпоксидной смолой, но решила сделать к нему продолжение и рассказать про то, как заливать картинки в кулончике, потому что там тоже есть подводные камни. И да, с этого дня я решила, что буду оставлять ссылки на все вещи, которые использую в описании, предупреждая ваши вопросы о том, что где купить. Смолу на этот раз я решила использовать другую, чтобы знать, что она из себя представляет, и чтобы рассказать вам, потому что в каком-то магазине такая, в другом другая. Я беру все на Badstree, и там то одна, то другая бывает в наличии. Скажу сразу, я осталась ею очень довольна, потому что в отличие от кристалла 6 и 9, которые разные, один жидкий, другой более густой, эта смола, если можно так сказать, универсальная. Как только смешиваешь два компонента, она еще жидкая, и можно изливать любые формы. А если оставить смесь часа на 2-3, а то и 4, то она загустевает очень равномерно, и можно создавать эффект стеклышка на кулончиках. В упаковке с этой смолой, как обычно, все, что нужно для работы. Сама смола, отвердитель, перчатки, мерные стаканчики, палочки и инструкция. Из основ, сегодня у меня сердечко и овал, и я специально взяла именно такие формы, потому что сложности в заливке картинок начинаются уже на первом этапе. Картинки-то надо где-то взять. Я их печатаю сама, и это очень важно делать на струйном принтере, потому что изображения с лазерного принтера то ли размываются, то ли меняют цвет. Я точно не помню, но помню, что у меня с этим был косяк. А по сути, струйный принтер это все те, что у нас дома. Еще важный пункт это размеры картинки. Очень часто в магазинах у таких форм для заливки в описании указаны внутренние размеры. Как раз то, что нам нужно. Если нет, то их можно спокойно измерить самим линеечкой. Все картинки я обрабатываю, если можно так сказать, в арте. Устанавливаем нужный размер картинки по ширине и высоте. И если это квадратный прямоугольник, то все готово, можно печатать. А если круг, то делаем обрезку по кругу. С овалами так же. Устанавливаем размеры, выбираем обрезку по кругу. И за счет того, что у нас разная ширина и высота, у нас получается овал. А вот для таких сложных форм, как сердечко, я печатаю просто прямоугольник и уже на нем рисую и вырезаю. Если есть возможность, можно попробовать сканировать форму для заливки и в фотошипе подогнать под них картинки, а потом в стопроцентном масштабе распечатать. Но я такой способ не пробовала. Печатаю я сразу несколько картинок на всякий случай, чтобы потом опять не включать компьютер и не тратить время на печать, если что-то пойдет не так. Например, если я криво вырежу картинку, а такое даже у меня бывает. Печатаю я на обычной офисной бумаге, но ее недостаточно, потому что она очень тонкая. Раньше я пыталась запихивать в принтер плотные листы бумаги, иногда у меня даже это получалось, но сейчас я его больше не мучаю. Я стала печатать на обычной бумаге и наклеивать это на плотную бумагу, потому что если этого не делать, картинка промокает от смолы и на темном фоне становится темнее, а это нам не нужно. Плотность второго листа бумаги у меня 240 грамм на квадратный метр. Для того, чтобы склеить две бумажки, я использую клей Moment Crystal. Наношу клей на картинку, а потом вот так размазываю его по всей поверхности между двумя слоями бумаги. Пока клей сохнет, обрисовываю сердечко. Затем вырезаем картинки. Это очень удобно делать маникюрными ножницами. Я их так давно использую в творчестве, что они у меня уже давно не маникюрные. С овалом все просто. А вот сердечко надо уменьшать по внутреннему размеру, постепенно обрезая его. Можно вот так вложить его внутрь и продавить рамку нужного размера. Дальше можно вклеивать картинки, и я это делаю все тем же клеем Moment Crystal. Теперь надо развести эпоксидку. Смола от Epoxy Max смешивается с отвердителем в пропорциях 9 к 4 мл. Но нам это много, поэтому оба числа мы просто разделим на 2 и смешаем 4,5 мл смолы и 2 мл отвердителя. Хорошо-хорошо перемешиваем. И наем смоле отстояться в течение 15-20 минут, чтобы вышли пузыри. Дальше начинаем заливать. Я наношу небольшой слой смолы на каждую заготовку. Смола еще пока жидкая, и из нее очень хорошо выходят пузыри. А бывает так, что пузыри образуются из-под картинки, потому что там бывает остается воздух. И действуя таким способом, я избегаю вероятности того, что у меня появится пузырь, когда я оставлю изделие застывать. Наверное, очень сложно. Суть в том, что пока смола жидкая, мы заполняем ею всю поверхность картинки на нашей заготовке. Смола там везде проникает, весь воздух выходит, все пузыри выходят. И оставляем это часа на 2-3. А потом тот же самый замес, ту же самую смолу, мы наливаем на те же самые заготовки, но смола уже более густая. И этой более густой смолой мы создаем эффект стеклышка. Тогда точно можно не бояться того, что мы зальем заготовки, оставим их сохнуть, уйдем гулять, а часа через 4 там появляется пузырь, который уже не убрать, потому что смола загустела очень сильно. Я вообще к пузырям серьезно отношусь и стараюсь по максимуму их убирать. Иногда это делаю иголкой от шприцов, потому что она одноразовая и очень-очень тонкая. Пузыри я вот так поддеваю и убираю. Но с такими инструментами надо быть предельно осторожными в работе. Перед тем, как выкидывать иглу от шприца, обязательно уберите ее в защитный колпачок. Накрываем изделие от пылинок и оставляем на пару часов. А потом тем же самым раствором смолы создаем более объемное стеклышко. Видите, какая густая сейчас смола? А это та же самая. Эта смола полностью затвердевает через 48 часов. Последний этап – фурнитура. Чтобы повесить кулоны на цепочку, можно использовать просто колечки. Но я беру вот такие красивые переходники, которые называются бейлы. Кстати, вместо колечек я очень часто использую звенья толстой цепочки. Потому что, на мой взгляд, это прочнее. Продеваю цепочку. А на концах, с одной стороны, я прикрепляю вот такой замок лобстер. А с другой стороны, небольшой кусочек более толстой цепочки. Чтобы было удобно застегивать и немного регулировать размер. Кстати, кулоны с факультетами были одними из первых, которые я заливала. Сейчас очень часто вместо эпоксидки картинки в кулонах заклеивают вот такими линзами. Это в миллион раз проще и быстрее, и любой желающий с этим справится. Только я считаю очень несправедливым, что такие кулоны, заклеенные стекляшками, продаются так же дорого, как и кулоны, залитые эпоксидной смолой. Эти линзы очень объемные, и их легко отличить от залитого кулона. Так что, если будете что-то покупать, внимательно смотрите, как это сделано. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если есть вопросы, задавайте. Если есть пожелания, пишите. А я вас вот так сильно люблю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok